Здравствуйте! Вторая декада октября месяца 2018 года. Какие необходимые работы проделать на винограднике, чтобы был он обеспечен для укладки под зиму и для хорошего плодоношения на следующий год. Для этого прежде всего необходимо сделать обрезку всех невызревших зелёных побегов, оставляя 2-3 зелёных между узлами. Основное я удалил. Каждый, конечно, решает сам, как ему поступать. Удалили мы это. И теперь необходимо обеспечить закладку почек для будущего урожая, и чтобы благополучно прошла зимовка данных виноградных кустов. Для этого необходимо сделать некорневую или корневую подкормку виноградных кустов. Если мы делаем корневую подкормку виноградных кустов, то используем калий и фосфор. Я буду использовать вот такое удобрение, называется монокалийфосфат. Фосфор 50% и калия 33%. Белого цвета оно хорошо растворяется в воде. Используем это удобрение под корень 10-15 грамм на 10 литров воды. И по 10 литров воды выливаем под каждый виноградный куст. Если мы будем делать некорневую подкормку по лесу, то эту дозу увеличиваем на 10 литров 30 грамм. После того, как сделали мы подкормку виноградных кустов, через день-два можно произвести и обработку виноградных кустов от болезней. Давайте мы посмотрим, как на данный период времени выглядят у меня виноградные кусты. Вот я их посрезал, зеленые побеги. Вся эта лоза вызрела на высоту шпалера. Высота шпалера у меня 2,10 и плюс еще свист где-то сантиметров 20. Полный рост, это лоза вызревшие. Здесь еще висят грозья винограда от сорта кадрянки. Она как бы чуть-чуть притененная, и они спокойно лежат. Каждый день срезаем по 1-2 грозочки и употребляем их в пищу. Так они могут долго сохраняться на виноградных кустах. Кто желает получать известия о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.